Союз Советских Социалистических Республик, Верховный Совет СССР Постановление о национализации власти политической, экономической, финансовой, судебной, исполнительной, законодательной и восстановлении в правах граждан СССР и государства СССР Конституция СССР в редакции 1977 года Основного Закона Прямого Действия с учетом неотъемлемых прав граждан СССР устанавливает, что государство, Союз Советских Социалистических Республик, есть советский народ в числе всех граждан СССР, плюс земля, пространство, территория народа, ее недра воды, леса, территория СССР, плюс государственная собственность как достояние народа и принадлежащие народу в коллективной социалистической собственности плюс личная собственность граждан СССР государство, народ, СССР обеспечил каждому гражданину права человека на труд, на жилье, на обеспеченную жизнь в любом возрасте на бесплатное образование, воспитание потомства, на медицинское обслуживание, на государственную защиту человеческой жизни и другое 1 декабря 1988 года членами внеочередной 12-й сессии Съезда Верховного Совета СССР 11-го созыва были совершены предательство советского народа первый государственный переворот с целью захвата власти и собственности народа съезд народных депутатов Верховного Совета СССР передал свои полномочия главы государства законодательной, исполнительной и контролирующей власти в нарушении статьи 2-й, статьи 5-й Конституции СССР иному съезду народных депутатов впоследствии избранному по квотам некими общественными организациями из завербованных ЦРУ США группой Z впоследствии законодателями права народного государства СССР вместо народа СССР стал съезд народных депутатов предателей Родины ими в соответствии Гарвардской программы перестройка США были введены поправки в Конституцию с СССР президентское авторитарное правление разрушен государственный уклад общенародной собственности с экспроприацией народного достояния в частное владение мародерами и рейдерами разрушено народное хозяйство с упразднением его системы управления Совета Министров Министерств и ведомств и исполкомов советской власти в регионах и республиках страны возглавляемая первым президентом СССР группа предателей Родины состоящих из бывших номенклатурщиков высших эшелонов власти слуг народа группы Z произведен захват и отчуждение золотого запаса валютных и иных ценностей государства вывоз и вывод их из страны конвертация и продажа бюджетных и личных накоплений граждан СССР советских золотых рублей с присвоением номенклатурщиками наличные, многомиллиардные, западные счета и так далее из всех союзных республик с СССР аналогичные политические технологии захвата политической, экономической и финансовой власти и просвоения государственной народной собственности а также личной собственности граждан СССР вкладов в банки разделения территории СССР со ссылками и на основании вышеуказанного постановления в СССР по сговору были проведены в союзных республиках с СССР задолго до официального развала государственной советской власти Союза Советских Социалистических Республик в том числе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Горбачевско-Ельцинским кланом с семьей заговорщиков против советского народа граждан СССР проживающих на территории РСФСР по той же политической технологии указанной выше 27 октября 1989 года 11 сессии Верховного Совета РСФСР 11 созыва в соответствии с антиконституционным законом с СССР от 1 декабря 1988 года вопреки волеизъявлению граждан СССР проживающих РСФСР без проведения обсуждения в народе референдума игнорируя положение основного закона РСФСР статья 1, статья 2 и статья 5 Конституции РСФСР принят антиконституционный закон РСФСР об изменениях и дополнениях Конституции основного закона РСФСР на данной сессии 27.10.1989 года для исполнения Ельциным Борисом Николаевичем и его подельниками по преступному Карвардскому проекту США в части программы реформа направленному на развал и демонтаж с СССР РСФСР кулуарным решением был принят неконституционный закон замены высшего органа государственной то есть народной власти РСФСР Верховного Совета РСФСР Впервые был избран 26 июня 1938 года на исполняющего функции высшего органа государственной власти РСФСР некий новый нелегитимный орган съезд народных депутатов РСФСР без воли изъявления и решения всего народа о создании нового органа в нарушении статьи 5 Конституции РСФСР о его создании лишнего посредника состоящего из членов семьи между народом и его прямым избираемым народом высшим коллегиальным органом власти Верховным Советом РСФСР антиконституционный нелегитимный и антинародный первый съезд народных депутатов РСФСР с 16 мая по 22 июня 1990 года избрал Бориса Николаевича Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР и принял без референдума антиконституционную декларацию о государственном суверенитете РСФСР вопреки воле граждан СССР проживающих на территории РСФСР С данного момента за спиной советского народа начался демонтаж советской власти не дожидаясь никаких законов и постановлений в вакханалии отчуждения и присвоения бывшими слугами народа и младореформаторами в частную собственность собственности народа и природных ресурсов страны мародеры всех уровней бывших номенклатурщиков снизу доверха сбивались в ОПГ и грабили советский народ с вывозом и выводом абсолютно всех активов рейдерского захвата советских предприятий банков земли и так далее Декларация о государственном суверенитете РСФСР не является правовым конституционным актом является простым политическим заявлением неконституционного съезда народных депутатов РСФСР и в силу нарушения законов конституции РСФСР по статьям статья 1, 2, 3, 5, 6, 7 несет признаки состава преступления и подпадает в соответствии статьей 9 статьи с 1 по 8 закона СССР от 25 12 1958 года об утверждении основ уголовного законодательства союза СССР и союзных республик под привлечение к уголовной ответственности членов съезда народных депутатов РСФСР за измену Родины и организационной деятельности направленной на совершение особо опасных государственных преступлений против народа Подобные декларации а также принятые в последующем правовые акты союзных республик не признавая верховенство законов с СССР не могут и не считаются законными при этом никаких всенародных обсуждений и референдумов народа принимаемых парадами деклараций иных конституций изготовленных структурами спецслужб США псевдокосударств провозглашений суверенитетов переименований союзных республик провозглашений выходов из состава СССР признания СССР выхода их из состава СССР принятий антинародных законов и так далее не проводилось и являются незаконными и недействительными второй государственный переворот был осуществлен Горбачевско-Ельцинской семьей кланом в который входили по сгору все номенклатурщики высших эшелонов власти союзных республик СССР в октябре декабре 1991 года Беловежское соглашение осуществленное частными лицами гражданами СССР Борисом Ельциным Геннадием Бурбулисом Сергеем Шахраем от РСФСР Станиславом Шушкевичем Вячеславом Кебичем от БСССР Леонидом Кравчуком и Витольдом Фокиным от УСССР предусматривающий прекращение существования СССР и объявления так и не созданной общественной организации Содружества Независимых Государств СНГ от 8 декабря 1991 года является их самоправным фальсифицированным преступным актом против советского народа ввиду того что союзный договор от 29 12 1922 года республиками с СССР не расторгнут сохраняет свою силу и более того является составной частью Конституции с СССР 1924 1936 и 1977 годов Указанное соглашение не является документом правового характера поскольку лица подписавшие соглашение не были наделены полномочиями как от союзных республик и их народов так и от имени всего советского народа который является единственной властью в СССР статья 2 Конституции СССР оригиналов данного соглашения не предъявлено гражданам СССР не опубликовано переименование государства решением нелегитимного съезда народных депутатов РСФСР состоящего из ельцинского клана и единоличного решения нелегитимного президента РСФСР в Российскую Федерацию РФ Россия недействительно без референдума граждан СССР проживающих на территории РСФСР СССР на дату проведения съезда народных депутатов РСФСР существовал и его Конституция СССР являлась действующей из чего следует что в силу нарушения законов Конституции СССР в редакции 1977 года и Конституции Союзных Республик СССР в редакциях 1978 года по статьям 1, 2, 3, 5, 6, 7 действия должностных лиц высшего эшелона власти СССР и Союзных Республик СССР в том числе РСФСР несут признаки состава преступления и подпадают в соответствии со статьей 9 статья с 1 по 8 закона СССР от 25-12 1958 года об утверждении основ уголовного законодательства Союза СССР и Союзных Республик под привлечение к уголовной ответственности членов Съезда Народных Депутатов РСФСР за измену Родине и организационной деятельности направленной на совершение особо опасных государственных преступлений против народа по захвату власти без срока давности. 26 декабря 1991 года Антиконституционный Совет Республик СССР в составе пяти членов только представителями Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана принял антинародное и преступное решение номер 142-Н о прекращении существования СССР, противоречащий референдуму Советского народа от 17 марта 1991 года на основании якобы подписанного соглашения о создании общественной организации СНГ Содружества Независимых Государств. В сентябре 1993 года отлученный от власти импичментом Верховным Советом РСФСР Борис Николаевич Ельцин, поддерживаемый военной хунтой его клана, совершил военный переворот с расстрелом Верховного Совета РСФСР и человеческими жертвами гражданами СССР. Единоличными авторитарными постановлениями навязал гражданам СССР фальсифицированными якобы выборами 1993 года 12 декабря примечания граждане СССР с паспортами СССР, которые начали менять на РФовские лишь в 1998 году, а федеральный закон о гражданстве РФ за номером 62 ФЗ приняли только 31 мая 2002 года. Факт выдачи незаконных паспортов в незаконном государстве. Не имели права и не могли голосовать в 1993 году за конституцию несуществующего юридического лица, не входящего в состав союза СССР, и без упоминания в конституции СССР. Подготовленная спецслужбами США, проект конституции РФ, нелегитимного псевдогосударственного образования Российская Федерация, РФ, Россия, изменил государственное устройство РСФСР, ввел иную структуру государственного устройства иного образования компании РФ, на территории РСФСР, без каких-либо референдумов народа. Совершил обман международного сообщества государств о членстве в ООН, как продолжателя СССР. При этом, данное образование РФ является в международном правовом поле частной торговой компании, зарегистрированной в штате Делавер, США, а также Лондоне, Англия. Такими же торговыми компаниями, зарегистрированными в США, являются все незаконные псевдогосударства на территориях союзных республик СССР. Народное достояние, государственная собственность СССР и союзных республик СССР, земля, природные ресурсы, де-факто и де-юре, захвачено в личное владение двухсот семьями бывших номенклатурщиков СССР и западными компаниями. Граждане СССР, советский народ в правовом поле лишился прав человека и гражданина, стал нищим пролетариатом, продающим свой труд. Торговые псевдогосударственные компании на территориях союзных республик СССР, захватившие власть по политической технологии, народ, источник чиновичей, олигархической власти, образовали беззаконные бандформирования, в свою очередь частных торговых компаний, услуг, исполнительной, судебной, законодательной, ветвей псевдовласти с наемной армией и силовых структур. Псевдогосударственные торговые образования на территориях союзных республик СССР, являются, по сути, колониальными под внешним управлением США. Земля, недра, банки, предприятия, производства, принадлежат частным лицам и западным компаниям, под управлением США, президенты торговых компаний, в том числе РФ, избираются после одобрения госдепом в ЦРУ США. Социальные пособия на дожитие и пенсионные страхования граждан СССР оплачиваются из США и другое. Торговые частные компании псевдогосударств монополий, образованные на территориях союзных республик СССР, не имеют права существования на территории Советского Союза на основании Конституции СССР, а также не имеют права в своем составе создавать и иметь дочерние компании и фирмы частного владения псевдоветвей власти. Фискальные, силовые и иные компании властного принуждения, чиновичей олигархат и сверхбогатых частных лиц. Население союзных республик СССР погрузилось в тотальное обнищание, в том числе в РФ по статистическим данным 65 миллионов граждан СССР, 22 миллиона человек трудоспособного населения и 43 миллиона пенсионеров находятся за жесткой чертой бедности. Проводится скрытый геноцид населения, отсутствует конституционный порядок и государственная защита жизни. Силовые, исполнительные и судебные власти осуществляют беспредел и законодательный произвол в пользу чиновичьего олигархата. Казнократство и коррупция чиновников приобрела тотальный государственный характер. Осуществлено закабаление нищего населения банковскими кредитными отношениями, невозможностью возврата кредитов и грабительских банковских процентов с применением силовых способов выбивания псевдодолгов, а также в сфере ЖКХ вымогательства вторичной оплаты коммунальных услуг. Создались условия неуправляемых взрывоопасных последствий социальной напряженности населения. Когда верхи не могут, они за не хотят подчиняться чиновичьего беспределу и произволу захвативших власть торговых компаний, конституционному беспорядку и беспределу, положение колониальных рабов наемного труда, установленных внешним управлением извне и так далее. В результате инициативы граждан СССР возобновлена деятельность законно избранного Верховного Совета СССР. Указом номер ВСССР 00001 дробь 02.02.2018 от 02.02.2018 о возобновлении деятельности Верховной Власти Органов Управления Народного Хозяйства и Восстановления в правах Союза Советских Социалистических Республик. В связи с тем, что Конституция СССР в редакции 1977 года референдумом граждан СССР от 17.03.1991 отменена не было документов и юридических оснований на ее отмену нет и является действующей до настоящего времени. Утрата силы Конституции государства по умолчанию не допускается ни в одном государстве планеты. Союз Советских Социалистических Республик продолжает свое существование де юре и де факто. Конституция СССР законы СССР граждане СССР территория СССР не подвержены хищению отмене и или отчуждению упразднению органы власти и управления возобновляют свою деятельность а собственность и природные ресурсы принадлежащие советскому народу государственные и личные подвергшиеся экспроприации и оккупации псевдогосударственными торговыми образованиями на территориях союзных республик СССР в том числе псевдогосударственным образованием частной компании Российская Федерация в дальнейшем Российская Федерация РФ Россия в интересах и в собственность горбачевской ельцинской семьи клана и хунты после госпереворота в сентябре декабре 1993 года и международной глобальной в ущерб конституционных прав и законных интересов граждан СССР подлежат проведению инвентаризации и разделения балансов с нелегитимными псевдогосударственными на территориях союзных республик СССР по возвращению госсобственности и природных ресурсов золотовалютных запасов СССР и других активов и пассивов с СССР где бы они ни находились или кем бы ни управлялись из незаконной экспроприации рейдерских захватов и хищений любыми лицами органами псевдогосударств и органами государств международного сообщества с сысканием неосновательного обогащения за период с 1988 года по настоящего время восстановление членства СССР в ООН в том числе в Совете безопасности и Генеральной ансамблее письмом уведомлением ВСССР от 14.03.2018 года а также незаконности и нелегитимности в избирательных кампаний псевдогосударств президентов и их дочерних кампаний псевдовластей на территории СССР в том числе РСФСР более 2,5 тысяч обращений граждан СССР в существующие возобновившие свою деятельность органы советской власти о восстановлении их гражданских конституционных и иных прав по нарушениям их прав власти и собственности на основании конституции СССР торговыми компаниями захватившими власть на территории СССР в том числе на территории РСФСР торговой частной компанией Российская Федерация РФ Россия не допущение угроз спровоцированных пятой колонной Майданов и оранжевых революций выступлений доведенного до отчаяния кредитного рабства населения выступлений обнищавшего народа братоубийственных войн искусственно созданной национальной почве граждан СССР и так далее недопустимости возникшего конституционного двоевластия на территории СССР и союзных республик СССР присутствием деятельности и применением незаконных законодательных актов и конституций нелегитимных в свою очередь частных компаний судебной исполнительной и законодательной псевдовластей незаконных торговых компаний не имеющих права на нарушающих реализацию прав и законных интересов граждан СССР в том числе проживающих на территории РСФСР верховенство законодательных актов указов постановлений решений высшего органа власти главы государства СССР и союзных республик СССР подлежащих обязательному исполнению гражданами СССР органами ведомствами учреждениями союзных республик СССР любыми общественными организациями любыми иностранными компаниями представительствами иных государств и другое на всей территории СССР а также в связи с неисполнением торговыми частными компаниями РФ Россия правительство РФ дочерними частными компаниями якобы судебных исполнительных законодательных силовых ветвей власти западными коммерческими банками закамуфлированными поднациональные российские и прочее и предоставляющие незаконные псевдокосударственные незаконные платные услуги гражданам СССР ниже указанных законов СССР законодательных актов Верховного Совета СССР после неоднократных ознакомлений и предупреждений Конституция СССР в редакции 1977 года Конституции Союзных Республик СССР в редакции 1978 года Всезоюзного референдума граждан СССР от 17 марта 1991 года Указ председателя Президиума Верховного Совета СССР СССР 02.02.2018 года Номер ВС СССР 00001 дробь 02.02.2018 О возобновлении деятельности Верховной Власти Органов Управления Народного Хозяйства и Восстановления в правах Союза Советских Социалистических Республик Указ председателя Президиума Верховного Совета СССР от 08.02.2018 года Номер ВС СССР 00002 дробь 08.02.2018 О выборах в Верховный Совет и местные советы народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики предупреждение председателя Президиума Верховного Совета СССР от 27.02.2018 года о нарушениях статьи 48 Конституции СССР о праве граждан СССР участвовать в управлении государственными и общественными делами в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного значения письма Верховного Совета СССР в ООН от 0.09.2018 года номер ВСССР 00032 дробь 09.03.2018 о членстве и упразднении с 0.02.2018 года указом Верховного Совета СССР право на представительство Российской Федерации в ООН от имени СССР постановление Верховного Совета СССР от 13.03.2018 года Номер ВСССР СССР 00.02.7 дробь 13.03.2018 о государственных банках СССР и национализации коммерческих частных банков на территории СССР частных фондов основанных на активах СССР Постановление Верховного Совета СССР от 20.03.2018 года Номер ВССССР 0031 дробь 20.03.2018 о недопустимости конституционного двоевластия на территории СССР и восстановлении конституционных прав граждан СССР Указ Верховного Совета СССР от 30.03.2018 года Номер ВСССР 00003 дробь 30.03.2018 о национализации Сберегательного банка и привлечении к ответственности экспроприаторов Сбербанка СССР Закона СССР от 13 декабря 1968 года Номер 3401 тире 7 об утверждении основ земельного законодательства Союза СССР и союзных республик Верховный Совет СССР постановляет первое деятельность всех частных компаний под любой юрисдикцией на территории СССР в том числе РСФСР упраздняется и запрещается в любом числе любая деятельность частных компаний под наименованиями Российская Федерация Россия РФ Правительство РФ 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 России и имеющих отношение к РФ МВД ФСБ судебных частных компаний прокуратуры налоговой таможни ЖКХ исполнительных компаний публичных акционерных обществ банков промышленных объединений холдингов фирм корпораций и прочее запрещается второе выборы президента частной компании Российская Федерация Россия РФ считать недействительными по неподчинению компании постановлением указом и предупреждением органов верховенствующей народной власти с СССР а также по условиям ликвидации управляющей компанией Российская Федерация Россия РФ и ее западными учредителями с 01.01.2018 года третье на всей территории Советского Союза и территориях союзных республик Азербайджанская ССР Армянская ССР Белорусская ССР Грузинская Казахская ССР Киргизская СССР Латвийская ССР Литовская ССР Молдавская ССР РСФСР Таджикская ССР Туркменская ССР Узбекская ССР Украинская ССР Эстонская ССР Возобновляется действие Конституции СССР в редакции 1977 года и Конституции Союзных Республик Республик СССР СССР в редакциях СССР Четвертое Граждане СССР Препятствующие действию Конституции СССР в редакции 1977 года и Конституции Союзных Республик СССР в редакциях 1978 года привлекаются к уголовной ответственности в соответствии с законом Советского Союза и Союзных Республик СССР и их действия приравниваются к действиям ОПГ на территории СССР Пятое Двойное гражданство в СССР не допускается в срок пять месяцев с даты подписания настоящего постановления Верховным Советом СССР гражданам с двойным гражданством заявить в соответствующие органы МВД СССР о приведении своего гражданства к требованиям законов СССР Шестое Земля в СССР состоит в исключительной собственности государства народа и предоставляется только в пользование действия в прямой или скрытой форме нарушающей право доказательства государственной собственности на землю запрещаются право частной собственности на землю отменяется навсегда земля не может быть ни продаваема ни покупаема ни сдана в аренду в залог никакими другими способами отчуждаемо Вся земля является государственной собственностью, всенародное достояние и переходит в пользование и коллективное владение всех граждан СССР. Седьмое. Земля с ее недрами, лесами и водами на территории СССР является государственной исключительной собственностью, то есть всенародным достоянием Совету министров СССР, союзных автономных республик СССР провести национализацию природных ресурсов из частного владения, а также привести землепользование, недропользование, пользование водами, лесами в соответствии с законодательных актов СССР и союзных республик СССР. Восьмое. Свидетельства о владении землей, недрами, водными ресурсами, частными лицами и частными компаниями разного народа считаются недействительными и природные ресурсы национализируются из частного владения в пользу советского народа. Международные договора, компании Российская Федерация, государство Российская Федерация, Россия, РФ с частными лицами и частными компаниями любой юрисдикции об аренде природных ресурсов и или владения считаются недействительными и подлежащими немедленной денонсанцией. Девятое. Запрещается рубка и вывоз леса кругляка, хищническая добыча и вывоз воды, почвы, а также полезных ископаемых, в том числе янтаря любыми частными лицами и частными компаниями и нелегитимными псевдогосударственными на территории СССР, смешанными иностранными компаниями и иностранными лицами за пределы территории СССР. Лица, нарушающие настоящий запрет, привлекаются к уголовной ответственности в соответствии законов СССР, союзных республик. Десять. Договарные отношения с любыми западными организациями, государствами, с организациями, компаниями, ПАО, нелегитимными, незаконными, неправомерными государствами на территории СССР и прочие на предмет поставки в пространство на территорию союзных и автономных республик СССР, в том числе РСФСР, любых вредных, отравляющих, поражающих и уничтожающих товаров, предметов, оборудования, сырья или чего другого, здесь неперечисленного, включая отходы, денонсируются и считаются недействительными. Одиннадцать. На указанных в пунктах десять физических и юридических лиц возлагается ответственность за все последствия негативных воздействий на экологическое состояние территорий, земель, лесных угодий, водных ресурсов, подвергающихся указанным воздействиям с взысканием компенсации на устранение данных последствий по восстановлению экологии территорий и доказанных негативных воздействий на здоровье граждан СССР по применению вышеуказанных вредных, отравляющих, поражающих и уничтожающих товаров, предметов, оборудования, сырья и прочего. Двенадцать. На указанных в пунктах десять физических и юридических лиц возлагается ответственность и обязанность по вывозу с территории СССР, все завезенное на нее вернув на исходную территорию пребывания вышеуказанных вредных, отравляющих, поражающих и уничтожающих товаров, предметов, оборудования и другого, а также произвести в безусловном порядке финансовую компенсацию стоимостью производства всех работ не только по перемещению, но и по восстановлению нарушенной и разрушенной экологии территорий, а также наличение всех пострадавших лиц на указанных территориях союзных республик с СССР, в том числе РСФСР, компенсировав им все, что они не получили из-за увечья или иного страдания без срока давности. Двенадцать. Национализируются из частного владения частных лиц и частных компаний, частных псевдогосударственных образований на территориях союзных республик с СССР, в том числе РСФСР, все основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущества, торговых, коммунальных и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, государственная и личная собственность граждан СССР, необходимое для осуществления задач государства СССР, где бы оно ни находилось, в каком-либо управлении и владении и под какой-либо юрисдикцией не состояло, без срока давности. Четырнадцать. Совету министров СССР, республикам и автономным советам министров разработать и приступить к выполнению мобилизационной экономики СССР, уделяя особое внимание возобновлению деятельности стратегических отраслей и производств народного хозяйства СССР и союзных республик для незамедлительного повышения благосостояния граждан СССР и вывода из нищенского состояния населения. Пятнадцать. Совету министров СССР, Министерству науки и техники СССР разработать комплексную программу моделей мобилизационной экономики СССР для повышения благосостояния граждан СССР и вывода из нищенского состояния населения. Подготовить комплексную программу запуска народного хозяйства на основе новейших достижений науки и техники. Подготовить парадигму и модели восстановления многоконтурной, многоуровневой финансовой системы, дефляционной модели Сталина, плановой экономики СССР. Обеспечение восстановления научной, производственной, хозяйственной, экономической и иной деятельности населения страны через программу просвещения населения и создания системы творцов страны с созданием центров просвещения, банка знаний, доступного к обучению и профессиональной подготовке населения, внедрения творческих разработок населения, патентования разработок населения и изобретательства, восстановление научной базы технологического, развитие промышленной и сельскохозяйственной структур, народного хозяйства, восстановление научной, медицинской, образовательной и воспитательной, энергетической, добывающей, транспортной и других отраслей, восстановление уровня пенсионного обеспечения пожилого населения, восстановление бесплатного пользования населением медицинским, воспитательным, образовательным и другими комплексами социального жизнеустройства СССР, развития науки и культуры и так далее. 16. Всем физическим и юридическим лицам любой юрисдикции государств мира и псевдогосударств на территории СССР в добровольном порядке сдать на баланс Советского Союза все активы и пассивы денежных средств, золотой запас, иные ценности, фонды, здания, сооружения, банки, акции компаний и банков, патенты на изобретения и открытия и прочее, в том числе весь наработанный доход и прибыль на указанных активах и пассивах, принадлежащие Советскому Союзу, где бы оно ни находилось, в каком-либо управлении и владении и под какой-либо юрисдикцией не состояло, национализируются и возвращаются активы и пассивы с СССР, выведенные в офшоры и западные банки российскими компаниями иных нелегитимных псевдогосударств на территории СССР иностранными и смешанными компаниями, а также наработанный доход и прибыль, неосновательное обогащение под персональную ответственность владельцев этих компаний. 17. Национализируются и возвращаются активы и пассивы с СССР, выведенные в офшоры и западные банки российскими компаниями иных нелегитимных псевдогосударств на территории СССР, иностранными и смешанными компаниями, а также наработанный доход и прибыль, неосновательное обогащение под персональную ответственность владельцев этих компаний, где бы они ни находились, в каком-либо управлении и владении под какой-либо юрисдикцией не состояли, без срока давности. 18. Деятельность всех министерств и ведомств нелегитимных, незаконных, неправомерных государств, находящихся на территории Союза Советских Социалистических Республик, упраздняется Совету министров СССР, силовым министерствам и комитетам провести аттестацию работников указанных министерств и ведомств с трудоустройством в органы управления СССР. 19. Указ Президента Российской Федерации от 28 октября 1992 года, номер 1309, об упразднении Комитета по охране государственной границы РСФСР считать преступным со всеми вытекающими последствиями. Комитету по охране государственной границы СССР совместно с Комитетом государственной безопасности СССР на время исполнения данного указа закрыть границы СССР. В этот период пересечения границ подлежат лица, согласованные с восстанавливаемой властью СССР в порядке, устанавливаемом МВД СССР. 20. Расформировать воинские соединения БАС НАТО и вывести их с территории Союза Советских Социалистических Республик по ранее отмененному Верховным Советом СССР и недействительному федеральному закону Российской Федерации от 7 июня 2007 года за номером 99 ФЗ о ратификации соглашений между государствами, участниками Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в программе «Партнерство ради мира», о статусе их сил от 19 июня 1995 года и дополнительного протокола к нему. 21. Всем министерствам и ведомствам СССР, отвечающим за перемещение пассажиров и грузов в пределы и за пределы СССР, прекратить любые перемещения за рубеж, не согласованные с таможенными, санитарно-эпидемиологическими, экологическими и иными органами власти СССР. 22. Всем министерствам и ведомствам СССР, отвечающим за все виды связи и коммуникаций, включая почту, СМИ, печать, радио, телевидение, интернет, телефонную и иную связь, а также порождение, трансформацию и перемещение информации за пределы СССР, прекратить любые перемещения за рубеж, не согласованные с органами власти СССР, а внутри СССР приостановить деятельность лиц и организаций, распространяющих ложь против СССР, навязывающих человеконенавистническую идеологию, псевдорелигии, осуществляющую любые виды развращений и извращений, наемный труд, все виды рабства во всех областях жизнедеятельности, творчества, образования и воспитания и так далее в СССР. СССР. 23. Совету по делам религий при Совете Министров СССР ограничить распространение в СССР псевдорелигий, проявляющих в своих источниках агрессию и нетерпимость к окружающим их религиям и их представителям, агрессивно навязывающих свою веру другим, одновременно уничижая их под предлогом, что кто-то их уничижал. 24. На период возобновления СССР никакие дела в части прав рас, национальностей, народов, религий, культур, языков и социальных групп не рассматриваются. 25. Государственному банку СССР, отвечающему за хранение активов и пассивов СССР, за выпуск и оборот денежной массы СССР, оборот банковских и финансовых ценных бумаг СССР и их перемещения между лицами в СССР и за пределами СССР, прекратить любые перемещения за рубеж, не согласованные с возобновляемой властью СССР, а внутри ограничить пределами не более 10 размеров средней зарплаты в СССР или по собственному постановлению Минфина СССР, Совета Министров СССР. 26. Государственному банку СССР и Минфину СССР вернут свое ведение не только зданий всех банков СССР, но и казначейства иных образований псевдогосударств на территориях союзных республик СССР, их активы и пассивы, а также все типографии и госзнаки, в том числе по печатанию ценных бумаг, денежной массы и государственных бланков, удостоверений, паспортов и прочее. 27. Прокуратурой СССР и прокуратурами союзных автономных республик СССР, следственными органами СССР и союзных республик СССР с участием Министерства юстиции СССР, Министерства юстиции союзных и автономных республик СССР провести не только расследование фактов антиконституционной и иной преступной деятельности, не только нелегитимных, незаконных, неправомерных органов псевдогосударств, в том числе РФ, но и возбудить уголовное преследование в отношении граждан СССР и граждан иных иностранных государств, принявших участие в мародерском и рейдерском разграблении и присвоении активов и пассивов, собственности, природных ресурсов, отъеме личной собственности граждан СССР на основании законодательства СССР. 28. Восстанавливается хождение и обращение советских средств платежа денег, установленных реформой СССР 1961 года. 29. На всей территории Союза СССР курс советского рубля устанавливается с периодичностью один раз в месяц Министерством финансов СССР на первое число следующего за текущим месяцем по цене одного грамма из текущей мировой цены тройской унции золота в национальных валютах стран. 29. Разработать план мероприятий и согласовать его в части привлечения общественных организаций СССР и РФ и иных псевдогосударств СНГ, созданных после 17 марта 1991 года Всесоюзного референдума, а также привлечения граждан СССР для выявления и возврата нематериальных и материальных активов СССР. 30. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на Совет Министров Союза СССР, Советы Министров Союзных и Автономных Республик СССР, Министерство Финансов, Министерство Экономики, Государственную Народную Чрезвычайную Комиссию ГНЧК СССР, Министерство Юстиции, Министерство Внутренних Дел, Комитет Государственной Безопасности СССР. 31. Настоящее постановление довести до сведения всего населения СССР, Союзных и Автономных Республик и округов. 32. Довести данное постановление до всех лиц граждан СССР, выступающих от имени нелегитимного, незаконного, неправомерного псевдогосударства на территории Союзных Республик СССР, именующие себя Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония. 33. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 34. С момента официального публикования данного постановления любым официальным органам средств массовой информации, в том числе интернет, он становится изменяемым только полномочными легитимным, законным, правомерным органам легитимного, законного, правомерного Союза Советских Социалистических Республик. 35. С момента официального публикования данного постановления любым официальным органам средств массовой информации, в том числе в интернет, любое персональное или коллективное лицо национального, государственного или международного уровня, не являющийся полномочным, легитимным, законным, правомерным органам легитимного, законного, правомерного Союза Советских Социалистических Республик, посягнувшее на отмену данного постановления или даже изменение его в любой части, объявляется преступником, продолжающим войну против Союза Советских Социалистических Республик и врагом СССР со всеми вытекающими последствиями. Председатель Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик Реунова Валентина Ивановна. Москва. 16 апреля 2018 год. Постановление номер ВС СССР 00048-1604-2018.